Добрый вечер, это Актуальный разговор. Меня зовут Тимофей Вагнер. Итак, мы сегодня поговорим о квартирах, которые должны предоставляться ветеранам войны. В этих законах очень много подводных камней, которые очень сложно увидеть, заметить. Естественно, чиновники в этом разбираются, но пользуются этим не в сторону пожилых людей, не в сторону тех, кто защитил нашу страну. Мне всегда казалось, что квартиру должен получать человек, ветеран войны, только потому, что он выжил в этой страшной войне. И все, больше не надо никаких причин. Как он сейчас что? Он просто выжил и дожил до сегодняшнего дня. И он должен жить в хороших условиях. У меня в гостях сегодня Эльдус Гизатулин. Здравствуйте. Здравствуйте. И его мама, как раз ветеран тыла, ветеран Великой Отечественной войны, Бибисар Сатаровна. Здравствуйте. 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 Итак, Эльдус, расскажите вообще, что заставило вас обратиться? Потому что очень много бумаг, я это все перед эфиром почитал. Ну, вот от себя. Ну, что меня заставило? Меня заставило обратиться именно к вам за помощью, для того, чтобы вы улучшили, чтобы наша администрация улучшила условия проживания. Мои мамы, ветераны тыла, 91-летняя женщина, инвалиды второй группы, сердечница, слепая, кое-какая ходит, позвоночник нет, в баню ее не отведет, в баню она не ходит, свежего воздуха нет, балкона нет. Мы живем в коммунальной квартире, у нас одна комната, ни ванны, ничего нет, 22, потолки текут, все протекает. Куда бы мы ни обращались, нигде мы защиты не видим. И вот я хочу сказать, мы писали, значит, обращались и к Путину, и все. Военкомат, мы обратились, значит, в военкомат, нас с военкоматом, значит, дали, значит, ответ, официальный ответ, значит, то, что она, люди, проработавшие в оборонном заводе, имеют статус, значит, ветерана войны. Есть такое, да. Но этого к нам не касается, куда бы я ни обращался, нам сказали, этот закон нам по боку, у нас есть закон 20 как ветеран тыла. Хорошо, мы ветеран тыла тогда не смогли добиться, мы нас поставили в очередь как малоимущих. Малоимущих. Для того, чтобы встать как малоимущих, я ездил на лодочную станцию, брал справку с лодочной станцией, что у мамы моторной лодки нет. Это как это, это же смешно, моторной лодки не должно быть у 90-летней женщины. Вот. После, значит, нас поставили, мы были 36-е на очереди в Московске, по-кирске, как сделали объединение с Московским районом, вот эта вся компания, этого, как бы, Фатахова и его всей компании, они наглым образом убрали мою маму с очереди. Это мотивирует тем, что были раньше прописаны 4 человека, сейчас двое. Наоборот, мы хотим 2 человека. Дайте нам жилье, которое заслужила моя мама. Она заслужила уже не одну, она 3, 10 квартир заслужила таких. Неужели вам не стыдно? Неужели не стыдно? Третья столица, Россия, как у нас говорят, Татарстан, хвалится, у нас Олимпийские игры. Да вы дайте хорошие условия проживания нашим старушкам. Пришло письмо за подписанную Мешану. Если, например, так, то есть все, если вы очень нуждаетесь, то нам дадут комнате, маме, значит, типа в общежитии для ветеранов, в смысле, в дом старт, якобы. Я свою маму на расстоянии вытянутой руки не выпущу никуда. Я не знаю, как остальные дети, но я ее люблю, это моя мама, это мое самое дорогое. И я хочу, у меня есть только 2 выхода. Или мы с мамой идем к Белому дому к нашему, к Кремлю, объявляем за голодовку, пусть увидит корреспондента. Или я еду в Москву, к любому представительству, обращаюсь к иностранному, вызываю посла и рассказываю, как наше правительство, наше татарстанское, как наша администрация заботится о людях, которые им дали жизнь. За счет их они живут. И они же их, таких людей, такие вот моменты упускают. Как им не стыдно? Неужели им не стыдно? Ильдус, вы прекрасно понимаете, нет, не стыдно. Это сразу понятно. И эмоции они не воспринимают. И вот это обидно, то, что на самом деле чиновники, ну вот просто достаточно взглянуть, в каких условиях, давайте сейчас посмотрим, в каких условиях живет человек, благодаря которому мы сейчас вообще с вами существуем. И таких остается действительно все меньше и меньше. Разве это позволительно? 90 лет. Нет, ну тоже переходить в эмоции я не буду. Тем не менее, вопросов еще достаточно много. И давайте сейчас не так эмоционально, а все-таки придем к тому, что пошагово сделано уже. То есть сколько вы стояли в очереди? Мы уже стояли в очереди с времен коммунистической, ну в смысле с коммунистической власти. Мама работала на 40-м заводе, у нее только две записи, принят уволен, она всю жизнь проработала там. Значит, нас поставили как нуждающие в улучшении жилищных условий. Почему? Вот через это. Почему вы не подошли под статью ветерана войны? Ну нам сказали, что вот эта вот статья 20, как она говорит, или там 21. Да, да, федеральный закон. Да, федеральный закон. Он не подходит к нам. Я был в соцзащитете Кировского района, где мне прям сказали, это для нас не авторитет. Вы не являетесь участником войны. У вас ни родственников нет участников войны, никого нет. Вы и ваша мама не являются. А почему же тогда официально пришло с военкомата то, что люди, проработавшие на оборонном заводе, являются ветеранами войны? Да. Где правда, где, понимаете? Я просто знаю, что это хитрец. Я хочу обратиться к господину Медшину, господину Мениханову. Господин Медшин, приедьте, пожалуйста, к нам по адресу, который вам скажут, да, посмотрите. Не едете вы в эти приготовленные для вашей встречи квартиры. Вы приедете к обыкновенным людям. Посмотрите, в каких условиях живет ваш ветеран. Та женщина, за счет кого вы на свете живете. Она добивалась этой победы. Да, ветераны войны, они воевали. Я ничего не скажу спасибо, но они же не пальцем воевали. Она, 17-летняя девчонка, не в сметане купалась, не мед ела. 14 лет, а ей 17. Вот, 14-летней ей было, когда она устроилась на завод. Был лозунг, все для фронта, для победы. Где, что, что она заслужила? Вот эти железки, вот эти железки, вот эти, которые не нужны. Каждый год ей приносят это. Вот эти бумаги, они намного дороже обошлись. Лучше бы купили нам квартиру, дали бы. Вот эти бумаги, они тоже дорогостоящие. А нам не нужно. А мама у меня, бедненькая, скоро с курлупой покроется. Не помыться. Она, я парень, я мужчина. Она мне не дает мыть ее. Как я могу ее мыть? Я прошу, господин Медшин, господин Мениханов, дайте нам жилье. Дайте, я требую у вас это. Дайте то, что по закону положено, согласно вот этому документу. Дайте нам. И не позорьтесь, третья столица России. А то Олимпийские игры у нас. У нас там универсиады. Все, хватит. Это открыли, это открыли. Развели вы это. Развели спекуляции этими квартирами. Мы не можем купить эту квартиру. Нет у нас таких денег. Хорошо, давайте так, они ответят, я понимаю, опять эмоции. Но вам отвечать будут абсолютно ровным языком и абсолютно спокойной интонацией. А их полно? Да, это я уже вижу. У нас еще ничего, это мы еще половина. Вот у нас типа. Я хотел сказать о субсидиях, которые существуют. Они достаточно велики, то есть, насколько я знаю, около миллиона рублей. Таким образом, вы, получив эту субсидию, к 9 мая, вы можете купить себе квартиру. Вы подавали на субсидии? Что вам говорят? Да, я как-то, мне одна знакомая, мне сказали, вот она, я, говорит, с района приехала, а всем, говорит, ветеранам тыла, ветеранам, говорит, дают по миллиону. Я пришел специально в соцзащиту Кировского района, спросил, девчонки, я рукаюсь, они там и первый раз слышим, где вы, вам сказали, туда идите, там и просите. А мы об этом законе не знаем. Это я вам говорю честное слово. Хорошо, я могу этим девчонкам зачитать, что субсидия рассчитывается, исходя из стоимости одного квадратного метра, установленного Минрегионом России. Для Татарстана есть определенная сумма, она меняется. Ветерану площадь определенная в 36 квадратных метров. Ну, и таким образом, где-то около миллиона рублей. Дальше. Для ветеранов также распространяется положение о невозможности постановки на учет при намеренном ухудшении жилищных условий. Ну, это понятно, что у вас это все не намерено. Конечно, да. Ну, да, и очень-очень много разных законов. И самое, наверное, ну, я не знаю, как назвать это. Это бесчеловечное то, что говорят, и то, как они преподносят следующее. Ветеранам в приоритетном порядке предоставляется жилье на условиях республиканской программы социальной ипотеки. В случае, если площадь выбранного жилья не превышает 43 квадратных метра, то квартиру ветеран получает по стоимости субсидии. Если у ветерана есть желание приобрести квартиру попросторней, то всю сверхлимитную площадь, то есть свыше 36 квадратов, он может приобрести по ценам социальной ипотеки в рассрочку на 15 лет. Друзья, да, мы сейчас продолжим после короткой рекламы. Возвращаемся в студию. Это Актуальный разговор. Меня зовут Тимофей Вагнер. Сегодня мы разговариваем о жилье, которое обязано, согласно 20 закону, предоставляться ветеранам войны. Я прочитаю все, кто подходит под эту льготу, то есть перечень. Это инвалиды Великой Отечественной, участники Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, члены семей, участников, имейте в виду вдовы, те, которые потеряли. Кроме того, этим категориям ветеран должен быть признан нуждающимся. Площадь его жилья должна быть меньше установленной муниципалитетом нормы, то есть для Казани это 12 квадратных метров, либо жилье должно являться ветхим и аварийным. Как видели мы в первой части программы, оно действительно и ветхое, и аварийное его можно назвать. Но тем не менее, человек, который с 14 лет на заводе, в тот момент, когда действительно все для фронта, все для победы, работал на заводе, сейчас должна получать квартиру не потому, что она пережила эту страшную войну, а потому что входит в категорию как малообеспеченные, малоимущие. Друзья, это просто беспредел какой-то. Мы просто обязаны без второго слова каждому человеку, который нас защищал, выдавать. Я прекрасно слышу эти законы. То есть президент, ключевая задача, это Медведев еще говорил, ключевая задача, которую мы должны решить, это обеспечение ветеранов жильем. В бюджете для этого выделено 46 миллиардов рублей, что позволит улучшить условия более чем 34 тысячам ветеранов. Ребят, с каждым годом их меньше и меньше. А глядишь, лет через 10 их вообще останется не так много. Или вообще не останется. Мною дополнительно, Медведев говорит, «Мною дополнительно дано поручение пересмотреть средства на обеспечение квартирами всех ветеранов, вне зависимости от того, когда они подали заявление на улучшение жилищных условий». Тем не менее, сейчас даже выход из ситуации, который может быть, например, вы опять пропишите людей, и опять вот эта пятилетка будет. А пять лет это очень большой срок. Она мне не проживет, конечно. Да ты, я не знаю, я сам инвалид третьей группы, я вот 24-го в пятницу ложусь в РКБ-2 на операцию на сердце. Я как-то попытался, приехал в администрацию Кирско-Московского района, решил попасть, значит, на прием в Атахово. Через 111 кабинет меня туда послали, я, значит, написал заявление. И вы что думаете? Нет, не пропустили. Мне просто через две недели пришел ответ, что все законно, все нормально, вы не подпадаете под эту статью. Ну, знаете, неужели он же вышел от нас, от народа, и он же от нас же прячет. Каждый к нему, к Путину быстрее, мне кажется, попадешь к нашему главе администрации. И я еще раз прошу, пожалуйста, как вам сказать, уважаемый мэр Казани, господин Мишин и господин Миниханов, пожалуйста, помогите, помогите нам. Мы вас умоляем, просим об этом, улучшить условия проживания моей мамы, чтобы она спокойно качала и могла сходить в ванну, выйти на балкон, посидеть, подышать свежий воздух. Она этого заслужила. Вы, вы же, вы же должны быть ответственны за таких людей. Неужели у вас совесть не заела? Неужели ваша мама была бы в таких условиях? Она в таких условиях бы у вас не жила. Нет, я думаю, что действительно, это уже настолько эмоции, и все равно хочется разобраться как-то трезво, хочется добиться чего-то, потому что, прикрываясь федеральными законами, прикрываясь этим, естественно, ничего не добьешься. Еще в одном из писем я здесь прочитал, это вы писали федералам, они отвечали, и есть такой подпункт, то есть, ознакомившись с вашим делом, субъектом Российской Федерации могут быть установлены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, в том числе и для вас, осуществляемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. То есть, в нашем прекрасном регионе, в нашей республике, неужели действительно мы не можем выделить средства для того, чтобы, причем, это не такие большие деньги, чтобы, действительно, человек, который защищал, в общем, я повторяюсь, уже тяжело это все слушать и смотреть, но, тем не менее, обратите внимание, не надо прикрываться законом, не надо перед собой вот эту книгу, которую половину зачастую вообще не соблюдают, обязательно не подпадайте под закон. Ну, мы можем послушать сейчас, телефонный звонок, мы позвонили, и нам ответил, вам сейчас скажу, это первый заместитель главы администрации Кировского Московского района, Минвалеев Наиль Юнусович. Вот, мы позвонили, и вот я спросил следующее, скажите, как обстоят дела и как быть с Бибисар Сатаровной? К сожалению, мы ограничены рамками законодательства, мы готовы помочь, но закон трактует, что ранее она стояла на учете, так как учетная норма была меньше, семь с половиной квадратов приходило, они были прописаны четвером в данной квартире. Когда проводили проверку, мы периодически этот вопрос проводим, уточняем ситуацию на сегодняшний день, выяснилось, что в данной квартире они стали прописаны вдвоем, соответственно, обеспеченность у них составляет 15 квадратных метров, а у нас решением Казанской городской думы учетная норма установлена в 12 квадратных метрах. То есть, если граждане занимают жилую площадь менее 12 квадратных метров на человека, они имеют право вставать на очередь, на улучшение жилищных условий. Вот, к сожалению, в данном случае, так как обеспеченность изменилась, мы вынуждены были ее снять с учета. Хорошо, например, если сейчас они вновь пропишут кого-то, они смогут восстановиться в этой очереди? Не ранее, через 5 лет. Потому что есть такая ссылка, что ухудшение жилищных условий, но здесь при ухудшении жилищных условий в стиле постановки на учет принимается пятилетний срок, но в данном конкретном случае все равно надо будет смотреть, насколько произошло это ухудшение. каждый случай индивидуален. Мы готовы помочь индивидуально и в том числе конкретному этому человеку, но в пределах существующего законодательства. Ну, то есть никак? Вот на данном этапе никак. Какие-то не произойдут, тогда готовы рассмотреть еще раз и вернуться к вопросу. Пусть слышат, бессовестные, совести у них нет. Сами они в таких условиях не живут, и родители их тоже в таких условиях не живут. Бессовестные, где у них совесть? Они же за счет таких вот женщин, за счет таких пожилых людей, инвалидов, ветеранов, они же сейчас живут, наслаждаются. Еписарь Сатаровна, вы тоже можете обратиться к нашему руководству. Скажите ответ. Я очень прошу мэрии города и Мениханова помочь мне. У меня сейчас 91-й год пошел. Я хочу жить, как люди маленько живут. дайте мне, пожалуйста, квартиру с удовольствами. У меня сын, у меня один-единственный сын, у меня больше никого нету. И он больной. У него тоже операция с операциями. Я очень прошу. Я ведь с 14 лет пошла в химзавод работать. Мне было 14 лет, а ушла я оттуда. Мне было 82 года. Медали мне каждый год переносят. Спасибо. Но это меня не устраивает. Эти медали. Дайте мне, пожалуйста, дайте мне дожить, чтобы я дожила с маник с такими условиями. Я очень мини-хан попрошу и мэры города. Дайте, пожалуйста, мне. Вот это действительно, это стыдно, принося открытки и поздравлять в те условия. То есть, само прохождение в эту квартиру, в которой сейчас обитает, я не знаю, существует, ветеран войны, это, мне кажется, стыдно. Вообще, под бытовыми условиями нормальный человек должен воспринимать холодную воду, горячую воду, центральное отопление, отдельный туалет, душ, телевизор и все остальное. Почему чиновники выделили, цинично выделили три, три каких-то условия, это там вода, еще что-то, я не понимаю. Гад, туалет. Да, все. Почему прокуратура, о, как государство, не видит издевательства чиновников над ветеранами. Ребят, они защитили нас от фашистов, а мы даже не можем защитить их от банальных бытовых бед. От произвола. Спасибо большое, что пришли. До свидания. До свидания. Спасибо большое вам за помощь. Спасибо. Спасибо вам за помощь. Спасибо. Это был Актуальный Разговор. Меня зовут Тимофей Вагнер. Я надеюсь, мы все-таки сегодня достучались хоть до одного каменного сердца. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова